МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный спонсор программы. Салон декор. Здесь живет доступная роскошь. Партнер программы микрокредитная компания Домденег. 57-88-88. Справок ДТП больше не будет, а должники в России стали старшим. Это новости экономики. Здравствуйте. ГАИ справок не дает. С 20 октября госавтоинспекция перестанет выдавать справки о ДТП. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на официальный источник. Эту норму убрали из регламента по работе ДПС. Однако именно справка о ДТП прописана как один из обязательных документов в правилах страхования. Получается, что без этой бумажки страховщики вполне законно могут отказать в выплате компенсации. Ситуация возникла три года назад. В 2014-м правило страхования стал утверждать Центробанк. Но деятельность МВД в его полномочия не входит. Вот и получилось. По правилам Центробанка справка о ДТП быть должна, а в постановлении правительства ее нет. ГИБДД не раз обращалась в Центробанк с предложением изменить правило страхования. Но результата не добилось. И теперь эти правила противоречат регламенту госавтоинспекции. С 20 октября водители от сотрудников ГАИ смогут получить лишь процессуальные документы. В них будет максимально расписана ситуация. Кто прав, кто виноват, какие повреждения получили автомобили и так далее. Потерпевший при дорожно-транспортном происшествии получает копию протокола подъема об административном правонарушении и постановление о привлечении виновного лица к административной ответственности. В принципе, эти документы содержат достаточно данных для страховой компании, которая потом осуществляет выплату. В настоящее время Министерство внутренних дел готовится разъяснение по этому поводу, которое будет озвучено позже. В законе об ОСАГО указано, что для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения страховщик принимает документы о ДТП, оформленные уполномоченными на то сотрудниками полиции. То есть процессуальных документов будет достаточно. Но в правилах страхования прописано, что водитель должен предоставить справку о ДТП. Закон, конечно же, важнее правил, но страховщики могут воспользоваться ситуацией и отказать в выплате. Конечно, через суд компенсации добиться будет можно, ведь закон стоит на стороне пострадавших. Как оно будет на самом деле, покажет время. Преамурья остается одним из самых закредитованных регионов страны. Также в антирейтинге Забайкальский край, Хакасия и Еврейская автономная область. В общем, по стране должников стало больше, а средний возраст потенциальных банкротов увеличился на 5 лет. Это составило 43 года. Эксперты рост закредитованности объясняют тем, что реальные доходы россиян не растут четвертый год подряд. Дизайнерскую керамическую плитку теперь можно купить дешевле. В последние десятилетия керамика переживает настоящий бум. Выбрать ее непросто, ведь проблема даже не в стоимости материала, а в поиске той самой плитки. Сегодня рынок предлагает огромное количество дизайнов, форм и размеров. Конкуренция в этом сегменте довольно высокая, поэтому многие производители предлагают керамику по доступным ценам. Кому-то достаточно прямоугольной и гладкой плитки, а кому-то подавай дизайнерскую и фактурную. Последние сейчас встречаются чаще. Мода на все, не как у всех, прочно обосновалась в нашей жизни. И если раньше эксклюзивную керамику могли позволить себе только очень состоятельные люди, сейчас она доступна более широкому кругу покупателей. В благовещенских магазинах можно найти продукцию разных стран-производителей. Дизайнерские варианты везут в основном из Италии, Испании, Германии и Китая. Покупателю остается только выбрать, за какой материал он готов заплатить. Каждый клиент может найти как недорогую плитку, так и керамику класса люкс. Благодаря различным видам плитки, это напольная, настенная, бордюры, мозаика, панно и другие, а также широкому ассортименту расцветок, можно воплотить любые дизайнерские фантазии и задумки. Благодаря чему интерьер любого помещения станет по-настоящему изысканным и неповторимым. Для сравнения, испанская плитка порцеланоза будет стоить от 3,5 тысяч рублей за квадратный метр, а китайская Азиан Керамикс – 1900 рублей. Тут все зависит от бренда. А вот качество у того и другого материала одинаково высокое. Керамическая плитка по прочности превосходит цемент и бетон, при условии, что укладка была правильной. Плитка не деформируется даже при очень высоких нагрузках и не выцветает на солнце. Все эти свойства позволили этому древнейшему материалу дожить до наших времен, а новые технологии производства его только усовершенствовали. О современных возможностях керамической плитки можно узнать подробнее на бесплатном мастер-классе, который состоится 6 октября в 15 часов. И в заключении о валюте. Официальный курс доллара на 20 октября – 57,27 рубля, евро – 67,36 рубля и юаня – 8,65 рубля. Это были все новости экономики на сегодня. Берегите себя и свои деньги. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok